Изводят молоко, а оставляют после себя навозные реки. Активисты экологической организации «Зелёный фронт» выявили загрязнение земель сельскохозяйственного назначения крупным агрохолдингом. Факт зафиксировали ещё два года назад. Однако биологические отходы жизнедеятельности «Зелёные» обнаруживают до сих пор. Все подробности у Ирины Аксёновой. Нестеровский район. Впечатление, что посёлок Нежинское – это просто одна огромная навозная куча. Когда люди узнали, что здесь планируется строительство предприятия, стали уезжать. Многие дома заброшены, а посреди навозных ручьёв и пустых строений стоит колодец. Только чистой воды в нём больше нет. Всего два года назад здесь было чистое озеро, в нём даже водились караси. И люди приходили сюда ловить рыбу. ООО «Молочная фабрика» принадлежит крупному агрохолдингу «Долговгрупп», утверждают экологи. Эта информация подтверждается и на их официальном сайте в разделе «Направление бизнеса». ООО «Молочная фабрика» указано как одно из подразделений холдинга. Предприятие производит продукты, известные на всю область марки «Нежинское». Качество под сомнение не ставится, но вред экологии виден невооружённым глазом. Мы также получали неоднократные жалобы от населения о сбросе отходов производства на водосборную площадь реки Туманная и мелиоративные сети водного объекта. Были совершены выезды и в ходе рейдовых мероприятий также наказывались сотрудники ООО «Молочная фабрика» и привлекались административные ответственности. По правилам отходы жизнедеятельности должны храниться на специально оборудованной площадке с твёрдым покрытием. Здесь навоз вывозят и складируют прямо на землю, что также является серьёзным нарушением природоохранного законодательства. На территорию предприятия нас не пустили, поэтому мы решили связаться с генеральным директором агрохолдинга. Сначала будут официальные какие-то данные, а потом будем говорить. Они какие-то непонятные отчётные организации. Официальные данные нам тоже уже дали. Нам говорили, что вас неоднократно оштрафовали. Это правда? Я не могу вам ещё комментировать. Давайте. Есть официальная структура, с официальной структурой мы будем разговаривать. Всё, до свидания. Разлив навоза содержащих фракций на земли сельскохозяйственного назначения экологи зафиксировали ещё в 2014 году. С этого времени и по сей день предприятию всё сходит с рук. С одной стороны, органы государственного надзора не принимают соответствующих мер. И, соответственно, само предприятие, не чувствуя ответственности, не хочет убирать, не хочет менять ситуацию к лучшему. Поэтому сейчас мы обратились в природоохранную прокуратуру. Теперь прокурорская проверка должна определить ущерб, нанесённый окружающей среде, и установить виновных. По её итогам будет принято соответствующее решение. Ирина Аксёнова, Сергей Зиборов, Служба новостей.